В последнее время прослеживается тренд присвоения смартфонам среднего ценового сегмента, таким трудяшкам на каждый день, черт флагманских девайсов. Премиального дизайна, крутейшей камеры, качественного дисплея, высокой производительности и всего такого прочего. Именно с таким девайсом я вас сегодня и познакомлю. Всем привет, с вами Катя, и в этом обзоре от компании Allo у нас в гостях влагозащищенная новинка Sony Xperia M5 Dual. Девайс является связующим звеном между более бюджетным C5 Ultra и флагманским Z5, а также его компактными и премиум вариациями. Чаще всего, выбирая этот смартфон с подобным бюджетом, обращают внимание на Samsung Galaxy S5 и HTC Desire Eye, а также на iPhone 5S Refurbished. У первых двух характеристики значительно попроще, но HTC является практически уникальным селфи-смартфоном. В чем же преимущество M5? Сейчас и разберемся. На первый взгляд может показаться, что держишь в руках Z3, вот только M5 чуть меньше, а объектив фронталки заметно больше. Также заметна разница в обрамлении, оно не металлическое, а пластиковое. В принципе, это нередкая практика, когда середнячок наследует черты дизайна предыдущего флагманского устройства. В отличие от Z-серии пятого поколения, кнопка блокировки осталась такой же, как и раньше, небольшой и круглой, и дактилоскопическим сенсором она не обзавелась. Все остальные элементы управления и разъемы расположены логично. Кэплос microUSB снизу, миниджек сверху, слева прикрытые заглушкой слоты для двух симок и микро-SD, справа, помимо кнопки блокировки, качель громкости и кнопка затвора камеры. Стоит отметить, что девайс защищен по стандарту IP68, что позволяет промыть его под проточной водой, если девайс испачкался, или же снимать фото и видео под проливным дождем. А еще это наследник лучшего смартфона для пирата, M4 Aqua, с обзором которого можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке. Выпускается M5 в трех расцветках, черный, белый и как пиастры золотой. К нам попала именно такая версия. Выглядит девайс бесспорно, великолепно. У Sony с дизайном проблем никогда не было. Обращаться с ним удобно, благодаря сбалансированным габаритам и весу. Обычно в девайсах такой ценовой категории ожидаешь увидеть производительность среднего или чуть выше среднего уровня. Но здесь нас встречает восьмиядерный проц от Mediatek. Игры вам доступны любые без проблем. Оперативки 3 гига, вы практически не ограничены в количестве фоновых приложений. Этого хватает с головой. Встроенной памяти 16. Откровенно говоря, немного. И могло бы быть больше. Но рядовому пользователю этого вполне достаточно. А не рядовой сам себе может выбрать карту памяти формата microSD и вставить ее в девайс. В аспекте беспроводных интерфейсов все прекрасно. Есть все, что нужно, и даже NFC. Аккумулятор несъемный и имеет емкость 2600 мАч, чего вполне хватит на целый день активного использования. Дисплей традиционно для всех девайсов от Sony прекрасен. Четкое изображение без видимых пикселей, превосходный запас яркости и насыщенные цвета. Смотреть видео и читать одно удовольствие. В принципе, любое его использование не может не радовать. Дисплей мне стопроцентно по нраву. Камеры издавна считались одной из самых сильных сторон смартфонов Sony. Так отчего же этому девайсу вдруг быть исключением? Невероятные снимки практически при любых условиях освещенности. Реалистичные живые цвета и высочайшая детализация. Возможно, в самой-самой темноте снимки будут чуть шуметь, но это вовсе не критично. 4К-видео, снятые на камеру этого смартфона, побьют все рекорды по лайкам в соцсетях. Одна из многочисленных изюминок – 13-мегапиксельная фронталка. Это как основная камера в Sony Xperia Z, которая вышла всего полтора года назад. Фото просто невероятные. Не шумят, не зернят и привлекают внимание. На этих фото вы будете выглядеть великолепно, без вариантов. К видео с фронталки это тоже относится. Это бесспорно одна из лучших фронтальных камер, что попадали ко мне в руки. Работает M5 под управлением Android 5.0 Lollipop. Уверена, что обновления на что-то посвежее уже не за горами. Приобретая новый смартфон, каждый из нас хочет видеть в нем качественный дисплей, превосходные камеры, серьезную производительность, достаточное время автономной работы, премиальный дизайн, влагозащищенность и поддержку двух сим-карт. Причем все это по вменяемой стоимости. Лично я все перечисленное вижу, и мне это ой как нравится. А в этом обзоре от компании Allo с вами была Катя и влагозащищенный смартфон Sony Xperia M5 Dual. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите другие обзорчики. Пока-пока!